Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Калин. На этом канале делюсь опытом торговли на маркетплейсах. И сегодня у нас вопрос следующий. Когда же я начну зарабатывать? Его еще можно перевести, когда уже можно из бизнеса вынимать деньги. Ну, либо можно сказать так, когда мой бизнес перейдет в самоокупаемость. Короче говоря, сегодня будем говорить про точку безубыточности. Каким образом ее посчитать и что на нее влияет. Чаек-кофеек и начинаем. Чтобы ответить на все эти вышеперечисленные вопросы, нам необходимо будет сделать финансовую модель. Она на самом деле состоит из трех блоков. Если вы в них разберетесь, если вы внимательно будете смотреть, то однозначно запомните этот принцип. Потому что мы сейчас на примере Яндекс.Маркета все это разберем. У нас будет табличка и мы немного попрактикуемся. Значит, блоки такие. Сначала мы планируем продажи, которые дают нам понимание, сколько товара нам нужно закупить. И, соответственно, сколько инвестиций нам необходимо во все это дело вложить. Это первый блок. Второй блок. Нам необходимо посчитать, сколько у нас прямых расходов. Например, на рекламу. Сколько на фулфилмент. На логистику. То есть то, что связано с товаром. Ну и третий блок. Это, конечно, наша команда. Как по мне, там самое интересное. И чтобы правильно рассчитать, чтобы заработать, к примеру, тот же миллион, а может быть и миллиард, мы можем декомпозировать финансовую модель из той точки, куда мы хотим прийти. Потому что именно там будет та команда, которая нам нужна. Если мы знаем, да, что члены этой команды стоят определенных денег, причем немаленьких, да, как мы уже понимаем, если посмотреть объявления на HeadHunter, то, соответственно, мы можем понять, до каких размеров нам дорастить компанию, чтобы к нам пришли именно такого уровня профессионалы, чтобы мы с вами эту финансовую модель осуществили, достигнув нашей цели. В общем, точно будет интересно. И поэтому внимательно давайте поработаем с табличкой. У нас есть, допустим, два товара. И первым делом мы строим по нему план на год. И здесь, да, вот мы же не можем оттолкнуться, на самом деле, от своих желаний. Мы хотим столько-то заработать. Здесь у нас два фактора. Во-первых, динамика рынка. Он имеет свой темп роста. И если мы зайдем, не знаю, в Money Place, MPStats, там, где вам нравится, может быть, в Маяк, нам нужна годовая динамика, желательно за последние три года. Мы понимаем темп роста и можем прогнозировать, например, следующий, 24-й год. Мы видим, когда есть определенные сезонности. Это же, кстати, можно посмотреть в Яндекс.Вордстате. Они переделали этот инструмент, и он мне сейчас очень нравится и по дизайну, и по функционалу. Поэтому мы можем смотреть, когда будут сезонные спады. Здесь товара нам надо поменьше. Мы знаем также, когда будут различные акции и распродажи. И поэтому в эти периоды нам надо товара больше, и надо привести его заранее. И все вот эти вот ответы на эти вопросы, они нам как раз и формируют. Во-первых, сколько товара нам нужно. Да, и здесь, кстати, мы здесь все рассчитываем. Вот мы видим заказы, количество заказов. Здесь мы видим количество продаж. И вот это количество продаж мы должны уже сформировать в логистическую цепочку. Мы должны с нашим поставщиком или производителем из Китая договориться таким образом, чтобы этот товар у нас был в нужное время и в нужном объеме. Иначе мы ничего не сделаем. И вот это планирование будет просто филькина грамота, которая, ну как бы, от нее толку никакого. На самом деле, самое главное вот в этом во всем, это погрузиться в детали и понять, да, вот поразмыслить, как вот в вашем бизнесе, сколько денег вам на самом деле надо. Если понимаете, что что-то не дотягиваете, можно просто планку где-то уменьшить. Идем дальше. Мы понимаем, сколько денег под это, подо все нужно. За год, например, на один товар надо 6,3 миллиона. Ну, собственно, мы понимаем, да, мы можем раздробить это на 4 цепочки и по 2 миллиона в среднем на цепочку логистическую нам надо будет заложить. И как бы они будут у нас увеличиваться постепенно. И это оборотные средства, да, которые мы будем тратить. У нас будет, например, 4 цепочки. Ну и плюс-минус вот таким образом мы здесь мэтчим в детали, постараюсь не углубляться, чтобы вы тут у меня не заскучали. Теперь мы понимаем, сколько надо остатков на начало месяца и на конец месяца то, что у нас останется после планирования. Здесь важный момент, потому что мы планируем с учетом процента выкупа. В зависимости от того, какой у вас товар, вы можете это все проанализировать. Недавно в Питере прошла большая конференция Яндекс.Маркета, E-комсфера, темой которой в этом году стала аналитика и увеличение продаж на маркетплейсах. Сейчас расскажу про аналитическое решение, на основании которого селеры смогут бесплатно сделать чекап с его бизнеса прямо в личном кабинете. Но сначала несколько слов про другие не менее интересные новости с мероприятия. Маркет выбрал 4 фокусные категории, на которые планируют обратить наибольшее внимание в 2024 году. Одежда и обувь, товары для детей, мебель и товары для дома, а еще товары для строительства и ремонта. Яндекс.Маркет инвестирует около десятка миллиардов рублей в год в цены на товары, что составляет примерно 10 миллионов товаров, чтобы помочь продавцам сделать их предложения более выгодными для покупателей. Маркет начал работать над новым решением – генерацией картинок для карточек товаров с помощью нейросетей. Продавцы смогут генерировать изображение товара на разном фоне, экономя на фотосъемке. Экосистема Яндекса – это все же сильное преимущество маркета среди конкурентов. Взаимопоникновение аудитории сервисов e-com Яндекса 30% клиентов Яндекс.Еды используют еще маркет и лавку. 74% клиентов лавки – маркет и еду. 20% покупателей маркета – еду и лавку. Есть такой инструмент – фактор продаж, чтобы продавцы могли контролировать ключевые показатели бизнеса. Инструмент может определить причины снижения продаж или найти точки роста. Фактор продаж предоставляет информацию о влиянии различных действий селлера на продажи. Например, использование инструментов продвижения, поставки товаров на склад, сезонность категории. В общем, как то или иное ваше действие повлияло на наши с вами продажи. Ну, круто же! И этим самым я хотел показать, что мы там можем увидеть, как влияет процент выкупа на наши показатели в целом. Какой вообще у нас процент выкупа. Он и как раз и влияет на то, сколько товаров нам надо закупать, чтобы обеспечить нашу финансовую модель. После этого мы сами высчитываем сумму закупки на каждый месяц. Дальше мы понимаем, сколько у нас логистика. Либо мы ее включаем в сумму закупки. Считаем, сколько денег надо на фулфилмент, сколько на рекламу и какие комиссии маркетплейса. Для этого есть, конечно же, тоже внутренняя аналитика. Там мы можем посмотреть, сколько процентов с нас берет Яндекс.Маркет, например. За продажу товара, за логистику, за хранение и за все прочие услуги. И также мы можем посмотреть, где мы можем повлиять, чтобы этот процент уменьшить. Например, как участвовать в акциях. Или вовремя подвозить товары в нужном объеме, чтобы не переплачивать, например, за хранение. Что касается рекламы, вообще это такой камень преткновения, о который спотыкаются все. За счет того, что конкуренция начинает расти, расходы на рекламу резко увеличиваются. И здесь, как бы с этим вопросом, ну, надо уметь работать. Либо самостоятельно разбираться, либо нанимать в команду человека, который профессионал. И который сэкономит не только ваше время на это все обучение, но и добьется лучшего результата. Который вы самостоятельно, я даже не уверен, что сможете сделать. Потому что нужен опыт. Опыт на себе нарабатывать, ну, сами понимаете, да. Вы сами себе за все за это платите. Ну, и, ну, короче, следующий пункт, да, который для меня самый интересный. Я здесь его кратко обозначил. Например, фонд оплаты труда. В который входит, например, байер, да, который ведет переговоры с поставщиком. И находит самые выгодные цены. Самых выгодных поставщиков, которые делают очень классно, так как вы хотите, улучшает постоянно продукт. Ну, обязательно маркетолога. Я сейчас даже не представляю, как без него можно вообще торговать на маркетплейсах. Желательно, чтобы он еще имел какой-то опыт, да, за пределами внутренней рекламы. И вот здесь уже даже, допустим, пускай два человека. Добавьте туда ассистента, финансиста, может быть. Но суть в том, что именно вот эта моделька, она уже должна у вас схлопываться вот здесь. Когда мы переходим к прибыли. Когда мы с вами считаем эту прибыль. Вроде бы все хорошо. У нас здесь все зелененькое, все положительное. Но если вдруг мы с вами решили запустить какой-то товар. И на рекламу мы заложили не 90 тысяч, а, например, 300 тысяч. Потому что вход в рынок большой. И мы с вами уходим в минус. И мы вот здесь вот понимаем, что здесь мы деньги вытаскивать из этого всего не можем. Но уже на второй месяц, если мы реально сможем добиться той цели по выводу товара на нужные позиции. Мы с вами можем как раз увидеть, что мы достигли какого-то плюса. И здесь вот эти деньги мы можем выводить уже на себя. Но опять же. Если не образуется дыра, что эти деньги нужно реинвестировать обратно в товар. А она, скорее всего, будет. Поэтому многие селеры всегда работают на капитализацию своего бизнеса. Чтобы остатков товара, ликвидных, которые оборачиваются, было всегда больше, больше, больше. И вот именно эта бизнес-модель, она и показывает, финансовая модель, что нужно работать именно на оборачиваемость вашего товара. Чтобы он был ликвидным. Чтобы вы с него получали прибыль. Это получается, что компенсация и расходов на рекламу. И в том числе компенсация расходов на команду. Я не буду говорить про НДС, про ввозной, НДС-продажи, налоговая ставка, как ее уменьшить и прочие всякие вот эти мудренности. Не хватит целого часа. Но хотя бы основы вот эти, я думаю, вы для себя возьмете и будете применять. Начните хотя бы с юнит-экономики, потом приходите на наш практикум, на котором мы как раз и работаем с финансовой моделью. Узнать более подробно обо всем про этом, про где взять таблички, вы можете в моем телеграм-канале. Ссылку я оставлю в описании. В этом видео, конечно, мы с вами проработать все детально не можем. Потому что, ну понимаете, это надо вам выделить как минимум 2-3 часа времени, чтобы только начать сфокусироваться. Но я, по крайней мере, заложил вам понимание, как это все устроено. И надеюсь, не зря вы добьетесь своих целей, заработаете на маркетплейсах. Ну и напишите мне здесь какой-нибудь приятный комментарий, что именно это видео вам помогло этого добиться. Ну что, друзья, до новых встреч!